На перроне чувствуется ажиотаж и легкое волнение. Сотни евпаторийцев и гостей города пришли встретить поезд Победы. И у многих в руках цветы и красные стяги. И вот вдалеке слышен стук колес и паровозный гудок. Поезд Победы В этих теплушках наши отцы, деды и прадеды отправлялись на фронт. И в этих же теплушках они возвращались домой с Победой. Вы только посмотрите, сколько людей пришло посмотреть на реконструкцию событий тех времен. Чтобы попасть внутрь этого уникального состава выстроилась целая очередь. Пока девочки сматриваются старые фотографии и сами снимают пару кадров на память, мальчики изучают образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной. Паровоз, который во главе состава, он с 1945 по 1955 год выпускался. То есть вполне соответствует периоду. Там прикреплены платформы с орудиями, с зенитками, которые времен войны либо копийные, либо оригинальные. Патриотическая акция «Поезд Победы» четыре года. Состав уже побывал в Армянске, Красноперековске, Джанкое, поселках Красногвардейской, Нижнегорске, Советской и Кировской. Городе-герои Керчи, поселке Ленина и Феодосии. Гордость распирает от того, что это единое, это все такое слитое, нет слов, а не радость. У нас это праздник. Мы к этому относимся очень, наверное, с трепетом каким-то. Радость нас переполняет все. Мы счастливы, что свободны. Война оставила страшный след. Эти кадры не соврут. Годы Великой Отечественной, Евпатории и многие санатории были разрушены или повреждены, а уцелевшие превращены в госпитали. Из 36 здравниц ни одна не уцелела полностью, а 10 были уничтожены до основания. За период оккупации гитлеровцы расстреляли более 12 тысяч человек. Хочу, чтобы мои внуки помнили и знали, что у них прадед и его родные воевали. Какой ценой далась сегодняшняя жизнь нам, чтобы помнили, чтили. Всегда нужно помнить о тех, кто сложил свои головы за освобождение. И об этом рассказывать детям. Детям, внукам. И не забывать, чтобы это продолжалось. Иначе, если мы забудем, мы потеряем все. Символ победы заехал в Евпаторию всего на один час и дальше отправился по городам Крыма. Следующий пункт – Бахчисарай. А евпаторийцы продолжили отмечать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полевой каши и военными песнями. Мэри Бадунс, Денис Александрович, Александр Косманенко, Севинформбюро, Евпатория.